Москвичка Анна Филимонова художница с многолетним стажем. Начинала флористом, пробовала себя в живописи, в частности в японской, но сердце отдала созданию кукол. Их она мастерит уже 10 лет. Ее коллекция насчитывает порядка 200 экземпляров. Работает в разных техниках. Папье-маше считается самой сложной, полимерная глина, фарфор, скульптурный текстиль. Человек думает, что кукольник, он такой, ну что, лепит он куколку. На самом деле это очень трудоемкий процесс. И кукла может делаться полгода, а может быть и больше. Сначала, конечно, рождается в голове у художника. Конечно, это очень удивительный процесс. Такая персональная выставка кукол в Центральной районной библиотеке проходит впервые. Торжественное открытие посетили друзья художницы и неравнодушные к искусству видновчане. Я хочу от души поздравить с открытием этой выставки. Неиссякаемого, так сказать, на всю жизнь. Пожелать творчество. Спасибо. Очень разноплановная выставка. Очень интересно. И сюжетные все композиции. Картинки прошлой жизни. Название выставки говорит само за себя. Здесь собраны работы, тематики разных эпох. И каждая ярко выражена. Один стенд советскому времени. Сложная композиционная работа «Одни дома, а детях в коммунальной квартире». Другой стенд посвящен средним векам. Здесь можно встретить кукол в пестрых старинных костюмах. Татьяна Филимонова предпочитает делать не просто кукол, а придерживается определенной тематики, сюжетной линии. Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди на это смотрели, чтобы это нравилось, чтобы большинство, больше, вернее, людей заинтересовалось и пришло к этому. Потому что на самом деле любое творчество, особенно такое скрупулезное, это прежде всего лекарство еще. Выставка продлится до конца февраля. Планируется организовать творческую встречу с художницей, чтобы желающие начать самостоятельно делать кукол, могли узнать от профессионалов все нюансы и секреты этого ремесла.